Сегодня я решил сделать видео, и сейчас вы увидите его, о былинных русских богатырях, о той силе колоссальной, чудовищной, немыслимой в наши дни, которая у многих людей была еще не так давно, буквально 2-3 столетия назад, а то и буквально в прошлом веке. Ну, скажу так, приготовьтесь, будет очень интересно. Итак, не буду терять время, беру книгу в руки, ту самую. Первые строки вам покажутся вроде бы фантастическими. Да, мол, слышали из былин, но все же это былин и глупости. А вот вы послушайте совсем немного, ну, а потом я буду вас уже шокировать, то есть рассказывать не былины, хотя былины от слова «быль», то есть то, что было, а вот прямо то, что, ну, видели, знали тысячи людей, и запечатлено это даже в художественной литературе тем же Чернышевским. Ну, поехали. Так уже в те далекие времена русская земля славилась силачами. Илья Мурмиц один без посторонней помощи вырывал пни, раскорчевывая землю под пашню. Микула Селеминович пахал сахой, которую не могла поднять вся его дружина. Но не говоря уже об этих и других былинных богатырях, на Руси было много сильных людей. Уже тогда они нередко устраивали состязания между собой и поединки. Вот про поединки я вам сейчас расскажу чуть дальше, зачитаю некоторые отрывки. Ну, а сейчас послушайте про совсем недавнего сверхбогатыря 19 века. В Астрахани в прошлом веке, в 19-м, жил силач Никита Ломовский, родом из села Нижний Ломов Пензенской губернии. Никита один ставил толстые сваи, ну, поясню, вот сваи забивали из лиственницы, под какие-то здания, мосты там и так далее. Это вес колоссальный и самих свай, и очень большой вес того, чем забивали сваи. Так вот, внимание, он забивал их огромной чугунной кувалдой, которую могли поднять лишь 8 дюжих рабочих. Ну, вы можете представить сильных мужиков того времени, тем более, которые занимали всю жизнь тяжелым физическим трудом. Ну, то есть, сколько может поднять каждый, ну, это сильные люди, реально. Он один это делал. Был расчет, вот эта чугунная кувалда, которой забивали эти огромные сваи, а он один еще сваи ставил, я не знаю, сколько они весят, но кувалда 500-600 килограмм весит. И вот представьте, за ручку один человек целый день забивал смену всю, он один вместо бригады это делал. Вы представляете, что такое забивать одному человеку кувалдой чугунной весом 500-600 килограмм вот эти сваи целый день? Не то, что поднять, приподнять за краешек сейчас силачи не смогут, которые вот эти пузатые, знаете, там соревнуются, кто там бочку пронесет дальше, или кто, так сказать, камень пузом запихнет там на уровень метра или там полтора, или чуть меньшего веса повыше. То есть, ну это просто немыслимо, да, так сказать, кто-то скажет, такого быть не может. Вы равняете сейчас по нынешним людям. К примеру, почитайте рассказы Гейлеровского, только не Москва и москвичам, а из Китания. Ну, там он описывает атамана репку, вы послушайте, какие там сильные люди были. Знаете что, может быть, я кое-что расскажу вам. Истории, которые были, ну, в 70-х, 80-х годах прошлого века, которые мне рассказывали живые свидетели вот тех последних силачей. Может быть, расскажу в конце. Ну, давайте, поехали далее. Так вот, этого волжского богатыря упоминает в своем романе «Что делать?» Чернышевский, называя его Никитой Ломовым. Вот еще, русский силач Павел Касьяна, выступая в Мадриде, перед тысячной толпой, ударом кулака убил разъяренного быка. Я вот знаю, например, что дед нашего известного силача Ивана Поддубного, да, который, ну, был безумно сильным человеком, конечно, Так вот, дед его был гораздо сильнее внука. Он, например, даже в старости, как в его биографии сказано, клал за рога на землю, быка заваливал. А, причем там написано «здорового быка». И, кстати, дед Ивана Поддубного прожил 120 лет. А Иван Поддубный, кстати, кто не знал, не ел мяса. Вы в курсе? То есть он не только не употреблял алкоголь вообще, ни грамма, никогда, но и не ел мяса. Жаль, что про это в фильме «Иван Поддубный», который недавно сняли, не показано. Про то, что он не пил алкоголь, да, так, вскользь немножечко, да, а вот про мясо нет. А то ведь мифы будут развенчаны. Как же так, богатыри, мясо, ну, да. Но самое интересное будет дальше. Но перед этим я зачитаю совсем старые упоминания. Конечно, там картина такая, знаете, жуткая, я бы сказал, немыслимая для человека этического, совестливого в наши дни, но тем не менее, как есть. В одной старой летописи рассказывается о таком эпизоде. В 992 году, не 1900, а в 1992, более тысячи лет, на русскую землю напали воинственные кочевники-печенеги. Киевские воины выступили навстречу врагу и встретили печенегов около Переславля на речке Трубеж. Перед строем русских появился огромного роста печенежский богатырь. Ну, наподобие как Голиаф из библейских рассказов. И стал хвастливо вызывать на поединок любого из киевлян. Незадолго перед этим отец одного молодого ремесленника, кожевника Яна Усмашвеца, рассказал князю Владимиру о необыкновенной силе своего сына. «Когда сын приходил в ярость, говорил старик, он рвет на куски толстой кожи». То есть кожи во множественном числе. Кожу толстую, например, бычью, не порвать просто так уже выделенную, выдубленную, а несколько кож. Ну, в общем, это сложнее, чем подковую, чтобы вы понимали. Но князь Владимир захотел убедиться в правдивости рассказа. Он приказал привезти быка. И Ян, вот это, конечно, ужас, да? Но, тем не менее, вырвал из бока животного большой кусок кожи вместе с мясом. Просто рукой. То есть это настолько надо иметь чудовищную силу. Я вот слышал о людях, которые на МТЗ и на других тракторах закручивали болты так, что потом вот этим гаечным, разводным большим ключом не могли довезти. То есть это в десятки раз превышает силу обычного человека. Это такие сухожилия надо иметь. Но вот кто занимается там культуризмом, бодибилдом, просто представьте, это вот факт из летописи. Молодой силачий вышел на поединок с печенежским богатырем. Захватчик был выше ростом. Хотя, я так полагаю, этот сын Ян был тоже огромным. Но это не смутило Яна. Он схватил печенега своими могучими руками и задушил его насмерть. Ну, это и понятно, что руки как клещи там, это, так сказать, вот таким образом. Ну, а теперь просто поразительнейшая история. Но перед этим, дорогие друзья, послушайте мою маленькую рекламу. Не чужую, а мою личную. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти четыре видео об этих пяти продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. И так и в дальнейшем на Руси не переводились богатыри. В конце 17 века, в самом конце, Петр I присутствовал в Лондоне, ну, когда его была европейская поездка, на поединке английских силачей он был. Ну, люди везде тогда вообще-то были сильные, ну, то есть отдельные люди, потому что тяжелый физический труд с утра, так сказать, до вечера. Ну, и моряки, и англичане, так сказать, во всех народах были сильные. Он спросил сопровождающих его солдат, не найдется ли среди них смельчак, который померился бы силой с победителем. Такой смельчак нашелся и первым же ударом убил прославленного английского силача. Кстати, сразу здесь скажу пару слов из рассказов Геллеровского «Моискитане». Он описывал вот этого атамана Репку, он как бы бурлачил в теплый период, отсиживался зимой, а по весне вниз по реке по Волге набирал ватагу и шли грабить там малые суда, скажем так. Хотя это были вот 1870-е годы, он застал последних бурлаков. Какова же была сила этого атамана Репки, он говорил, не было случая, чтобы он с одного удара не убивал бы тоже других мощных вот разбойников и так далее. Не было ни разу. Вот этот атаман Репка, когда крючничал, это такая профессия была, когда баржи разгружали с мукой, солью, вот крюками подцепляли. Так вот он брал два куля соли под каждую из подмышек по 12 пудов, это почти 200 килограмм, и бегом по трапу сбегал, то есть 400 килограмм. Гелировский был сильным человеком, он тоже крючничал, но подобное даже, естественно, делать не мог. Когда он тот руку, он его потом повстречал лично, ну это там отдельная история, руку ему положил, а им было за 70, да, на плечо, он прогнулся. И он его описывал, Гелировский, как мастодонта, то есть немыслимого, былинного такого богатыря. Были такие люди, и было много, он таких описывал братьев, там как вот в трактир вошли, только вот беда в том, что всю эту генетику через трактиры и слили в помойку. Это я еще в конце расскажу об этом. В те же времена огромной физической силой славился капитан первого ранга Лукин, ну правда лет через сто практически, да, павший в бою с турками в 1807 году. То есть, ну вот совсем недавно, 200 лет прошло с небольшим. О нем знала не только Россия, но и Англия, Италия и другие страны. Ну то есть это то, что самое немыслимое. Представьте, буду как бы смаковать, растягивать. Лукин легко ломал, это ладно, подкову, вы поняли, не гнул, а ломал подкову, отрывал кусок металла от другого куска металла, подкову, поняли, дорвал вот этот кусок металла. Держал на вытянутых руках не только пудовые ядра, но и шканцевую пушку, а теперь самое немыслимое, одним пальцем вдавливал в корабельную стену гвоздь. Вы понимаете, что это означает? Нет, давайте проговорим. Это не эти круглые гвозди, современные одного диаметра. Старинные гвозди, основание тонкое, у шляпки вот сантиметров до двух доходило. И это гвоздик сантиметров 20-30 в длину. Ну, пусть 20, не меньше. Вы понимаете, что такое корабельная стена? Это мореный дуб. Это дуб, почти мореный дуб, сверхпрочный. Вы попробуйте в сосну современный гвоздь пальцем одним, вот так пальцем вдавить. Насколько получится? Ну, на 3 миллиметра, у кого-то на 5. Если с размаху и что-нибудь подложить сюда, чтобы руку не проткнуло, ну, кто-то силач воткнет в доску там на 2-3 сантиметра. Но это не тот гвоздь. И ни одним пальцем, и ни с разбегу, а вдавил. Конечно, он там рукой другой противовес держал, ну, там, видимо, и вот как тиски, то есть поняли, да? Эта сила, можно просчитать, примерно равнозначная прессу в 10 тонн. Скажите, я вас прошу, просто напишите прям под видео, не поленитесь, может ли хоть кто-то сейчас сделать подобное? Вот просто напишите, вот такое подобное может кто-то сделать сейчас? Ну, и это еще не все. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то, по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. В Англии Лукин вызывал на поединок сразу четырех лучших боксеров и побеждал их. Ну, что там далеко ходить? Ну, Иван Подубный, вы знаете, какой был сильный человек, хотя не совсем. Он победил с большим, правда, трудом, единственный раз с таким трудом Ивана Заикина, другого силача, и он еще был авиатором, ну, одним из первых, любителем, конечно. У того был коронный номер. Он ходил по сцене и носил вот таким образом, брал задушку, вот, якорь 25 пудов. 400 килограмм якорь, поняли? Это не за гирю взять, вот так вот еле приподняться и отпустить штангу, там, как сейчас есть такие, там, два человека в мире, 500 килограмм штангу. Он такой вот так поднимает, там, секунду держит и отпускает. Он ходил с якорь, якорь неудобно брать, это не ручка, и ходил по сцене, 400 килограмм. Конечно, сейчас такого тоже никто не сделает. Но эти люди, конечно, меркнут перед тем самым, например, Лукиным, да, про которого я говорил. Но я вам еще приведу примеры. У Ивана Подубного много достойных преемников. Один из них, тяжеловес Николай Жеребцов, которому Иван Максимович впитал особую симпатию и был его наставником. Впервые Жеребцов заявил о себе на Спартакиаде в 1925 году. Тогда он стал призером Спартакиады, а в дальнейшем чемпионом Центрального Совета Динамо и рекордсменом страны в жиме штанги двумя руками. В 1945 году Жеребцов блестяще выступал в московском цирке на творческом смотре. Он уже в возрасте был. Газета «Правда» писала о нем. Выдающийся успех имеет осмотре русский силач Николай Жеребцов, который показывает образец богатырской силы. Он поднимает двух быков, что соответствует тонне живого веса. Ну, небольших быков бывают быки по тонне, да, ну пусть тонну поднимает. Легко жонглирует трехпудовыми гирями. Ну вот это интересные примеры и отрывки из этой книги. Кстати, сейчас я вам еще кое-что расскажу, но напишите, я вас прошу. Поэтому хотите, чтобы я сделал видео про выдающиеся технические открытия, про гениальных изобретателей, которых не знают. Ну вот знают и говорят нарицательно уже, да, Кулибин. Но до Кулибина был еще один уникальный изобретатель, который создал машину на собственной тяге. Причем не описано, что это паровая, как она ездила. Ну, это интересно. И не только это. Вот эти выдающиеся открытия, многие из которых потом, столетия спустя, перекочевали на Запад, которые были выдвинуты некоторыми зарубежными авторами. Ну, даже как вот Лампочка и Эдисон. Как за свое открытие, на самом деле это не так. Вот интересно вам это? Факты поразительные. Но напишите об этом под видео. Будет много комментариев. Я сделаю об этом видео. Ну, а теперь давайте я расскажу вам несколько интересных историй из жизни. Об этом мне рассказывали люди из Нелидовского района Тверской области. У меня там был тоже дом. И, в общем, это заповедник такой сейчас. Биосферный причем. Но дорог там не было до 70-х годов. Поэтому даже фашисты... А там рядом Ржев. Но фашисты вот там внутри, в этих дебрях Нелидовских лесов, это граница Оленинского, Оленинского, Сележаровского и Ржевского района. Вот примерно там. Там дивизии в лесах скрывались и переходили. Немцев не было. Ну, так вот, около 70-х годов одна лошадь провалилась в болото. Ну, заболоченная местность выйти не могла. Вот практически по животу. Нашелся человек. Он доски положил под нее. Ну, там мостик настелили из досок. По дорожке он прошел по этой мостовой, деревянной, под нее. Залез вот так и поднял лошадь. Вырвал. Не просто поднял. Он ее вырвал, вытянул. То есть, она же чуть-чуть увязла. Это усилий-то больше. Ну, сколько весит лошадь? Ну, 500 килограмм или 400. Ладно, пусть. Может, 350. Да, ну, может быть. Но не меньше, да? И он не просто ее поставил сразу, умирая. А он ее по этому трапу шел, пока на сухое место не вышел. Ну, сколько-то десятков метров. И вот так поставил. Известно про его сына. 2,30 ростом. То ли 2,30, то ли 2,35. Уехал в Оржев, ну, там, 100 километров. Спился и сдох. Вот так генетика. Запомните. И поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Так генетика русского народа была уничтожена. Через проклятый, страшнейший, легальный наркотик, этиловый спирт. Или, по-другому, он винный спирт называется. Неважно, в каком зелье находится этот проклятый этиловый спирт. В дорогом вине за 100 тысяч долларов за бутылку, или в самогоне, в шампанском. Это все то, что убивает генетику человека, разрушает все органы и ткани, особенно головной мозг. Именно так, изучая огромное количество литературы, сопоставляя, я перехожу к выводу, давно пришел, что это генное оружие, которое, собственно, наука с абореологией, наука отрезвости, прекрасно давно знает, наука и физиологии. И Павлов, академик, великий русский ученый, говорил, что честный русский ученый никогда не скажет, что алкоголь может быть хоть как-то оправдан в обществе. Немыслим он для общества, для народа. Запомните, как бы кто вас чем хитро не обманывал. И вы не будьте такими, что обманываться рады. Честным человеком надо всегда быть, как бы это нравилось или не нравилось. Так, теперь дальше идем. Там еще два случая интересных. Был такой охотник. Это было после войны. Ну, охотник и вообще крестьянин. Более двух метров ростом. Кулаки, как говорят мужики, как три кулака крупного мужика. Он молчаливый, никто его особо, так сказать, вот так вот близко не знал. Но его приглашали нам, как водилось раньше, в деревню, вот отмечали что-то. А после войны он построил себе такую пристройку к дому. Ну, или хозяйственный сарай, сейчас не помню. И, в общем-то, не давали тогда строить после войны, потому что, собственно, ну, города и деревни, и хоздворы колхозные надо было отстраивать. Все было на учете. Ну, понятное дело. Так вот, а он построил, сбраконьерничал. Ну, никто не мог засечь как. А он ночью ходил за 10 километров, где не слышно удары топора. Он рубил, и вот эти шестиметровые, вот такого диаметра, там, говорят, 30, по-моему, сантиметров, вот бревна, сколько они весят, ну, вот плотники знают, носил и скидывал. И вот, когда уже ему было тоже лет за 70, это было, если не больше, в 60-е годы, его на проводы солдата в армию позвали. Стол огромный, ну, вся деревня. Я не знаю, какого размера стол и сколько весят, я предполагаю, может быть, килограмм 100 сам стол, потому что и толстые доски, огромные, длинные, ну, метров 6, скорее всего. Больше цельные доски не пилили, как правило, ну, допустим. Ну, и еды всякой, на нем куча. И вот там дошло дело, а он не пил, а его это страшно злило, такие вещи. Он молчаливый, но тут до пьянки дело дошло. Он взял нож огромный, но по своей руке, и вот так вот с удара воткнул его в стол этот и поднял на вытянутой руке вот так. Вот просто, чтобы вы представляли, какие были люди. Там же где-то в деревнях, ну, в двух-трех в округе было два брата. Это было в 70-е. Они лык драли, подрабатывали. Здоровые такие. Ну, с ними никто в деревнях не дрался, силу никто. Ну, представляли, что сильные. Ну, вот пример вам. Значит, и встречаются на определенном пересечении дорожки, чтобы домой идти. Ну, нету брата. Он пошел, смотрит по его дорожке. Где брат? А он такой сидит, еле такой, ну, дыхание восстанавливает, в крови немного, и медведь лежит. В общем, медведь на него сзади напал. Ну, смог он увернуться и таким образом, в общем, чтобы в глотку язык вырвал у него. Ну, медведь умер. Второй брат взял медведя на плечо и так к деревню пришли. Вот это видели те, кто вот в деревне жил, рассказывали. То есть, сила, ну, огромная. А вот вам еще один пример вообще вот из последних. Ну, вот это последние люди были. И то, конечно, не той силы, гвоздь, который всунули в доску, засунули 20 там хотя бы, да, сантиметровый гвоздь, дубовую палубу, так сказать, вот корабля. Короче говоря, приехали бандиты в 90-е годы к сыну одного, ну, отца, соответственно, в деревню. А это уже в Ржевском районе. Это мне ребята рассказывали, которые там у меня строили кое-что. В свое время я там основатель был экопоселения одного. И вот, короче говоря, приходят, и сына нет, но понял он, в чем дело. Уж не знаю, какие нюансы там были. Ну, они на какой-то девятке вроде приехали, двери все четыре на распашку. А на улице вдоль забора лежали столбы. Ну, знаете, электричество, когда ставят, меняют. А столб этот, по-моему, весит 300 килограмм. Ну, пусть это скажут опять-таки вот электрики, я вот сейчас точно не помню. А может больше. А может быть больше он весит. Он его, короче, взял и вот так вот в машину закинул. На заднее сиденье полностью вот так он прошел, лег назад. Они его вчетвером не могли приподнять, ну, то есть поднять, по крайней мере, что вытащить не могли. Вот там вопросы все отпали. Просто из-за шока даже и дальнейшего уважения к такой силе чудовищной. Ну, были такие люди еще. Мне рассказывали подобные. Ну, там уже все мельче, мельче, мельче к нашим дням. Все, нету этой больше генетики. Почему я объяснил? Это алкоголь. Это только одна причина. Генетику вырыбает. Это генное оружие. Если нация не распознает алкоголь как генное оружие, она обречена. И вот действительно то, что происходит. Ну, вроде бы на ноте грустный закончил. Понимаете? Это, конечно, возможно, наверное, восстановить. Если человек будет жить на земле, если вырастет 2-3 поколения людей, молодых людей, которые с раннего детства к труду привыкают и к физическому тяжелому, бояться этого не надо. Бездельники еще в свое время придумали такую поговорку «От работы лошадь дохнут». Ну, это вот те алкаши, кому лишь бы по кабакам слоняться. Нет ни одного сверхдолгожителя, ни единого, который бы, ну, более 100 лет прожил существенно и был здоровый при этом, чтобы он был тунеядцем. Все долгожители занимались с утра до вечера тяжелой, как правило, физической работой. Кстати, у меня есть плейлист на моем канале про долголетие и долгожители. Непременно посмотрите. Там много уникальных фактов и, главное, аналитики, то есть причинно-следственных связей между причинами и вот этой долгой жизни тех или иных людей, тех или иных народов. Советую посмотреть. Ну, и, кстати, вот за мной тут не просто так вот это сота с медом. Это мой мед, моего хозяйства в Пушкинских горах, которое находится в Псковской области. Кстати, можете посмотреть вот эти два видео. Первое было два года назад снято, а второе, ну, почти год назад, про то, зачем я переехал на Землю, хотя я коренной москвич, в глушь. Ну, не в глушь, конечно, все-таки Пушкинские горы рядом, да? И что можно сделать за год, ну, имея, конечно, возможности, но, однако, многие ведь имеют, но не делают ничего на Земле. И это мое видео, два моих видео, призыв в том числе и к состоятельным людям, чтобы деньги свои, средства, вкладывать в землю родную. Ну, как долг, что ли. И, вы знаете, ведь это один человек, да, ну, может коллектив людей объединиться и с меньшими, у каждого по отдельности ресурсов меньше, но вместе сообща, ведь эко-поселения как строят, и некоторые весьма крепкие. Ну, это тоже отдельная тема, в общем, два видео советую посмотреть. Так вот, у меня есть и колоды, мед, наклонные колоды, то есть языки, когда пчелы откладывают, и вот такой мед, без химии, все. Но пока своего меда в больших количествах для продажи нет, но мы сотрудничаем долгие годы с уникальными людьми. Есть мед и перезимовавший, из эко-поселения, есть даже от настоящих старобрядцев с Алтая, с которыми общается буквально один, там, два человека из одного эко-поселения. То есть они с миром не общаются, такие есть еще старобрядцы, их очень мало именно таких, но есть. Ну, там глушь, природа. В общем, мед от диких пчел, ну, от бортничества, понимаете, да? И вот этот мед мы продаем. Посмотрите на моем сайте, сайт называется nadgard.ru, но ссылку на этот мед я дам, оставлю вам в описании, чтобы вы нажали, и увидели тогда весь вот этот мед, который мы продаем. Буквально к октябрю, ну, этого 22-го года, будет больший ассортимент, потому что только вот сейчас, в сентябре, снимают часть урожая. Мед вообще нельзя, вот этот майский мед, да он еще не ферментированный, не созревший. Нельзя его брать, можно брать только за весь год. Либо перезимовавший, то, что остается в ульях. Такой мед тоже у нас сезонно бывает, то есть с мая, ну, по июнь, июль, август, смотря сколько было такого меда, а его всегда мало. Это вообще лечебный, уникальный мед. Дорогие друзья, расценивайте мед не как еду, а как лекарство. Его нельзя много есть, но нужно есть качественный, с высоким диастазным числом, полностью ферментированный, созревший. Этот мед, особенно когда большое разнообразие трав, лесной мед, он целебный. У меня даже было об этом видео, как растворить камни в желчном пузыре медом. Там чайные ложечки в день достаточно. Вот видео это я вам тоже оставлю ссылку. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну, просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. В общем, вот такое получилось видео. Ну, длиннее, чем я рассчитывал, но, надеюсь, эта информация вся. Будет вам интересно. Напишите об этом. Так ли? Стоит ли мне отвлекаться на какие-то другие темы, когда я говорю вот о какой-то иной? Ну, все. На этом на сегодня достаточно. Отлично. Продолжение следует...